Салли Пугачёвой. Она вдруг выступила с речью, в которой доказала, что она не предаёт своих. Она обратилась к каким-то там органам, название произносить не хочу, эту аббревиатуру уже не могу даже видеть, не то что произносить. Она обратилась, признайте и меня, и на агентам. Половина страны восхитилась её верностью, неизменностью тому парню, честь которого мы поставили в прологе программы эту песню. Там, где ты, нет меня, там, где я, там нет, 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 тебе нет места в самой песне. А мы же разумеем её правильно. Это этот надрыв душевный. Мой муж порядочный, честный, светлый человек. Всё, что он говорил до сих пор, есть чистая правда. И самые страшные слова, иллюзорные цели, которые вы преследуете. Боже мой, так могла сказать только Алла Пугачёва. Какой-то отар, пигмейзу луз так не может сказать. Она написала иллюзорные цели. Половина страны, не оценившая её сентиментальности, подкреплённой её мировоззрением, а она имеет право и на сентиментальности, на мировоззрение, накинулась на неё. Убирайся туда, где остался твой поганый муж. Я напоминаю всей аудитории программы «Каково», что я дружу с Максом, я не отрекаюсь любя. Он мой друг. И я подтверждаю слова. Он самый светлый, чистый, честный человек, которым мне небеса позволили увидеться и познакомиться. Что же сделала Алла Пугачёва? Она долго выжидала. Все говорили, что же такое. Ты же совесть нации. Скажи что-нибудь. И сказануло. Да такое. И что бы было, если бы в конце этой недели страна вдруг не получила обухом по голове? Что бы было с Аллой Пугачёвой? Ведь люди, которые на неё вдруг, против неё ополчились, даже тот Тимати. Я написал в телеграм-канале «Каково». Подпишитесь, не пожалеете. Я написал. Плохие дела у той страны, где человек, за свою жизнь не сделавший ничего толкового, чуть ли не тыкает в великой, выдающейся женщине. Тимати написал ей письмо. Сейчас время настоящих патриотов, не время, амбивалентные позиции. Ну, слово «амбивалентный» Тимати не знает откуда. Но ни слова, ни время таких, как вы, предателей, ренегатов. Слово «ренегат» он не знает. Ни людей, которые за 30 сребреников предали родину Тимати, пишет Алле Пугачёвой. Когда песня «Три счастливых дня» выходила в эфир, семьи по всему Советскому Союзу замирали. Потому что Алла Пугачёва была олицетворением той жизни, которая для нас была недосягаема. Но она прожектором светила в глаза каждому из нас и говорила, в жизни есть любовь, верность, доброта. Тимати, что Тимати? Тимати обращается к той биографии, которую он даже не знает. И советует ей заткнуться. Вот до каких времён мы дожили. Если ты недоверенное лицо, то ты кто? Тогда ты точно не лепс. Ты точно не лепс. Ты просто человек, который посмел своё суждение иметь. Аллу Пугачёву никто не тронет. Но я боюсь, что она услышала бы о себе такие слова, которые она никогда не чаяла услышать. Ведь она большая певица и большой человек. И вдруг такое. И я ломал башку всё, вот вплоть до этой секунды, когда мы объявили в эфире программу «Каково?» Вы увидите её в понедельник. Не знаю, всё меняется с такой быстротой, с такой скоростью, что я не знаю, что будет в понедельник. Но вдруг я понимаю, что те из умных людей, которые остались в стране и которые обмениваются суждениями, объявили Аллу, надо же какое открытие, совестью нации. Нет ведь моральных авторитетов. Нет. 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 Продолжение следует...